Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачков! В этом видео я, врач, диетолог, натуропат Борис Скачков, попробую разобрать, насколько полезны для здоровья два, пожалуй, наиболее известных источника воды. А именно, чистая питьевая вода и, например, кофе по-турецки. Мнения экспертов в этих вопросах диаметрально противоположны. Одни утверждают, что для здоровья нужно ежедневно пить полтора-два литра воды, а может быть даже и более. А вода, содержащаяся в продуктах питания, не имеет ровно никакого значения. Другие же эксперты утверждают, что именно вода из продуктов питания важна и нужна для здоровья. А пить чистую, либо очищенную воду можно только в уникальных условиях. Как вам в этом разобраться? Вам не нужно для этого иметь медицинское образование, как я. Вам не нужно для этого опубликовать полсотни, даже более, различных книг, в том числе и книг про воду, какое оно значение имеет для здоровья, про лечение водой, а также книг про кофе. Я попробую вам это объяснить на уровне тех знаний, которые вы могли получить, просто закончив средний курс школы. Курс средней школы, обычной. И в этом видео я расскажу про один очень важный секретный ингредиент, который тоже относится к нему по-разному, но он кардинально может изменить свойства и обычной воды, и кофе по-турецки. Итак, напомню вам физиологию. Опять-таки, вернемся к школьным знаниям. Что такое обмен веществ? Обмен веществ это достаточно простое событие. Когда в пищеварительную систему попадает и вода, и различные напитки, продукты питания, они по-разному здесь обрабатываются пищеварительной системой и попадают в кровь. А через легкие попадает еще и кислород. И все это с кровью попадает на уровень клеток, где и происходит таинство обмена веществ. После чего образуются конечные продукты жизнедеятельности и находят свой выход через известные органы выделительной системы. И что происходит, когда вы решили выпить воду, либо чашку кофе по-турецки? Как только вода, либо кофе по-турецки попадает в полость рта, всасывание жидкостей и воды из полости рта практически равно нулю. Учитывать не стоит. Поэтому первый раунд противостояния вода и кофе по-турецки – боевая ничья. Как только вы проглотили либо воду, либо кофе по-турецки, они попадают в полость желудка. Вот здесь происходят интересные события. Они, содержащиеся в этих двух источниках воды, вода может всасываться в кровь на очень небольших количествах. Примерно 5-10%. Иными словами, и на уровне желудка – боевая ничья. Второй раунд – также в ничью. Вот дальше возникают сложности. У кофе по-турецки. Кофейное зерно содержит примерно 15-16% белка. А белок, если вы помните школьный курс физиологии, все-таки начинает перевариваться и перевариваться в просвете желудка. Иными словами, кофе по-турецки частично здесь задержится. Вода, если она очищена от возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, глистных и паразитарных инвазий, в полости желудка не задержится. И быстрее перейдет в 12-перстную кишку в полном объеме. Иными словами, третий раунд, безусловно, выигрывает чистая, либо очищенная питьевая вода. Далее – всасывание из 12-перстной кишки. И здесь также, я думаю, все-таки обычная питьевая вода, очищенная, попадет в кровеносную систему ранее. И четвертый раунд также выиграла вода. Кофе по-турецки и очищенная питьевая вода пополняют разные объемы воды в кровеносной системе. Напомню, что объем крови 4-5% от массы тела. И в этом количестве около 2-3% занимает плазма крови. И примерно 200 мл свободной жидкости также находятся в составе крови. Если вы пьете просто воду, она попадает в кровь и увеличивает объем свободной жидкости. Если вы пьете кофе по-турецки, то содержащиеся в нем продукты переваривания, экстрактивные вещества из кофейного зерна, которые переварились в пищеварительной системе, они пополняют объем плазмы крови. Это разные источники, вернее, вместилища воды. И они по-разному важны для вашего здоровья. Только в случае, если у вас есть чувство жажды, то есть, иными словами, вот эти 200 мл свободной воды у вас уменьшились до критически малого объема, в этом случае и вода, и кофе по-турецки, они пополняют этот объем и спасают вам жизнь. Чувство жажды терпеть нельзя ни в коем случае. Если же вы просто ведете обычный образ жизни и приняли решение выпить воду, либо выпить чашку кофе по-турецки, то они попадают в разные точки. Кофе по-турецки пополняет плазму крови, из которой ваши клетки получат те полезные питательные вещества, на которых состоялся или происходит обмен веществ. А просто вода увеличивает объем свободной воды. И вот здесь возникает очень интересное событие. Ваш гипоталамус понимает, что объем крови резко увеличился. А этот объем он пустой. Его нельзя увеличивать. Его нужно контролировать, чтобы он не уменьшался. Ваш гипоталамус будет от этой воды избавляться. И если человек здоров, то лишняя свободная вода в плазме крови, она будет удаляться через почки, либо через кожу. А если есть заболевание сердечно-сосудистой системы, либо почек, иными словами, эти органы уже пострадали, то она будет также удаляться. Но несколько в иную сторону. В сторону саидной ткани. Иными словами, будут почечные, либо сердечные отеки. Но! Эта вода имеет очень мало шансов оказаться в клетке. И по факту этих событий, не важно, у вас есть чувство жажды, либо нет чувства жажды. На этом этапе, в этом раунде, чистая вода попала в нокаут. А кофе по-турецки продолжает поддерживать обменные процессы в вашем организме. Потому как содержит не только белки, но и жиры, но и углеводы, витамины, макро-микроэлементы, которые нужны для работающих клеток. И примерно 300 из 500 полезных питательных веществ содержит правильно приготовленная чашка кофе и стуль по-турецки. Иными словами, она больше относится в разряд продукт питания и может поддерживать ваш организм. Не так вода, скажем так, бесполезна, либо опасна для здоровья. Воду можно реанимировать. Я это сделаю прямо сейчас, прямо перед вами. Иными словами, если мы возьмем бокал просто с чистой водой и добавим вот тот самый секретный ингредиент, про который я рассказал. Его, кстати, можно добавить и в чашку кофе по-турецки. Кофе только станет лучше и полезнее для здоровья. И этот секретный ингредиент, он есть у каждого, думаю. На кухне это обычный сахар. Вот добавление в воду сахара и частичное перемешивание ложечкой приводит к тому, что сахар растворяется в воде. И для того, чтобы понять, что я сейчас делаю, вам нужно открыть учебник химии, там 6-й, либо 7-й класс школы, поднять тему растворения, и вы поймете, что происходит теперь. А происходит очень простое событие. Каждая молекула глюкозы, которая лежала в сахарнице, просто в сухом виде, теперь растворяется в воде. Спросите у школьника, который, ну, хоть как-то знает химию, что это обозначает. Обозначает это очень простое событие. Видите, сахар практически растворился в воде, и эта вода доселе мертвая для ваших клеток, теперь стала живой. Что я имею в виду? Просто, если вы откроете учебник химии, то окажется, что растворение глюкозы в воде означает, что теперь каждая молекула глюкозы вокруг себя содержит 6 молекул воды. Она их связала, и по этой причине она растворилась. И сахар, либо глюкоза будет растворяться в воде до тех пор, пока свободные молекулы воды в емкости присутствуют. И что теперь происходит с той водой, которую вы хотели выпить, а в стакане теперь у вас не просто вода, а раствор глюкозы. Раствор глюкозы не требует работы пищеварительной системы. Всасывается в кровь. И теперь каждая молекула глюкозы в плазму крови принесла 6 молекул воды. Если у вас нет сахарного диабета, то в здоровом организме молекула глюкозы перемещается в клетку. И принесла теперь вот сюда, в клеточку, 6 молекул воды. Если вы откроете учебник биохимии из более старшей школы, то окажется, что полное сгорание глюкозы в клетке дает не просто огромное количество энергии, но и в конце образуется угольная кислота. Что такое угольная кислота? Из школьного курса химии это соединение углекислого газа и воды. Сделать вот так для вас после употребления вот такой подслащенной воды я думаю, что не составит труда. А еще 6 молекул воды остались в клетке. Иными словами, подведем итог. Если вы пьете просто воду, то вода, увеличивая объем свободной воды в кровеносной системе до нужного количества, примерно 200 миллилитров, спасает вам жизнь. А все, что больше, вы приняли, если вы не угадали с тем, какое количество воды нужно вам реально вот здесь и сейчас, выпили несколько больше воды, вы перенапрягаете работу сердечно-сосудистой системы и выделительную функцию почек. Иными словами, активно движетесь в сторону хронической сердечной либо почечной недостаточности. Если же вы выпили воду с глюкозой, она попала в кровь и 12 молекул воды 1 молекула глюкозы принесла сюда на клеточный уровень. И в этом случае можно, конечно, спорить, что полезнее очищенная вода либо вода в составе каких-то продуктов питания либо напитков. Но в первом случае очень сложно составить систему правильного питания, когда вода, попадая в пищеварительную систему, не нарушит переваривание той пищи, которая попала туда ранее. Чтобы разобраться более точно в этом вопросе, поищите в интернете мои видео «Как правильно пить воду?» До еды, во время еды, после еды, а также утром натоща, вечером перед сном. это по-разному влияет вода на ваш организм, на вашу пищеварительную систему, на здоровье вашего организма и самое главное на обмен веществ в клетках. Это очень непростой вопрос. Значительно проще правильно приготовить, например, кофе по-турецки. Либо вместо кофе, если вам не нравится кофе, выпить чай. Либо выпить сок, компот, приготовить суп. И в этих блюдах находится вода в окружении различных биологически активных веществ. Иными словами, вода выполняет роль растворителя, который вот эти полезные вещества из тех продуктов питания, которые вы хотите употребить, растворит и позволит им легко и просто через кровеносную систему добраться до вашей клетки, где и будет поддерживать обмен веществ. На мой взгляд, так значительно проще обеспечить и правильное питание вашему организму, и очищение организма, в том числе и водой. И поддерживать уровень здоровья на максимально высоком уровне. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А если вам нужно больше информации, ищите в ютубе мои видеоканалы доктор скачко, школа доктора скачко, школа доктора скачко есть в инстаграм, есть клуб профессиональных кофеманов это фейсбук, там же есть интересный клуб как похудеть. Легко и просто. Много информации есть в интернете. Важно, чтобы вы не просто ее знали, а правильно использовали, основываясь хотя бы на тех бытовых знаниях, которые есть у каждого человека. Здоровье важно для вас. Берегите его. А в следующем видео я попробую рассказать, насколько полезна вода и другие напитки для сохранения вашей жизни. Частично в этом видео это прозвучало, в следующем я попробую это рассказать более детально. До новых встреч на моих видеоканалах.